Кровать, которая сама делает массаж, кресло-разведчик на дистанционном пульте управления или говорящей остановке. Выставку ассистивных технологий открыли на втором форуме «Город безграничных возможностей». Сегодня средства реабилитации не только помогают улучшить качество жизни людей с инвалидностью, но и сделать их яркими и модными. Ольга Маховская о самых интересных экспонатах. Ой, классно! Спортсменка, участница гонок на инвалидных креслах. Любовь Ивановна наконец-то нашла, что искала. Говорит, соскучилась по скорости. По сравнению с ее домашней коляской, это настоящий болид. Управление беспроводное, проехать на таком кресле без подзарядки можно до 15 километров. Она еще и тюнингована светодиодами. Тестовый заезд в режиме дискотеки. Любовь Ивановна всегда к конкурентам относится ревностно. Ну а там спец ездит на своей электрической. Видите? У него другая техника. Улетит, улетит. Сейчас она работает только на четверть мощности. Ее мощность составляет 1 киловатт. Это в 4 раза выше, чем среднее значение по всем коляскам с электроприводом. То есть мы можем, в принципе, догнать и перегнать? Мы можем догнать и перегнать. По цене точно стоит аппарат всего 35 тысяч рублей. В три раза дешевле аналогов. И такой электропривод устанавливается на любое инвалидное кресло. Камера сбоку позволяет использовать кресло в качестве разведчика. Если человеку тяжело встать с кровати, с помощью пульта можно отправить коляску в соседнюю комнату. И проверить, чем, например, занимаются внуки. На выставке не только кресло с глазами, но и остановки с голосом. Услышали наименование транспортного средства, его номер, направление. Если нам он требуется, мы нажимаем кнопочку вызов. У водителя издается звуковой сигнал. Он знает, что к нему собирается сесть инвалид. Незрячие петербуржцы и колясочники уже давно живут в таком говорящем городе. Там такие голосовые помощники подскажут дорогу и предупредят о препятствиях. Новосибирец Александр Пасечник показывает, с его карбоновой тростью преграды не страшны. Так, пошли гулять. Развернул, да. Вот, допустим, мы шли, 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 и тут забор. Бах, она прогнулась. Выпрямилась, и все нормально. Алюминий согнулся бы, стеклопластик рассыпался. Легкая и красивая, с пробковой рукояткой. Настоящее украшение. Это еще и аксессуар, который должен отличать статус человека. Что оно не должно быть просто средством реабилитации. Оно должно выглядеть достойно и прилично. То есть можно помодничать даже? Да. Модно и функционально. Этот плащ-трансформер модельер разработал специально для колясочников. Несутеплен. Часть капюшона с прозрачными вставками для увеличения обзора на рукавах. Защита от попадания брызг от колес. Накидка тоже секретом защищает все уязвимые места. Получается вот. Вот эта штука. Она кидается туда-назад. И все. И она закрывает спину. То есть нет протекания. Выставка работает до пятницы. Оценить здесь можно будет и кровать, которая сама делает массаж. И новинки протезирования. Для людей с инвалидностью придумали даже пластиковые окна. Всего на выставке несколько десятков экспонатов. И практически все сделаны в Новосибирске. Ольга Маховская, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Продолжение следует.